Крестьянско-фермерское хозяйство. Семьи Шелемех высаживает клубнику на площади почти в 10 гектаров. На данный момент кустики выращивают открытым способом. Однако из-за капризной погоды это достаточно рискованно. Много у нас было гектаров, которые должны были показать свою максимальную, так скажем, урожайность. Но ввиду погодных условий, нас посетило, конечно, очень много серой гнили, нас подкосил град, который прошел два раза. Поэтому большую часть урожая мы потеряли. Для того, чтобы избежать потерь и повысить эффективность хозяйства, нужны новые технологии и опыт зарубежных коллег. Поэтому Юлия и Денис пригласили агротехнологов из Англии и Голландии. Зарубежные специалисты представили холодостойкие сорта клубники и туннельные всепогодные теплицы. Это технология, которая подразумевает под собой выращивание ягод в закрытом грунте в туннелях, путем чего можно растянуть сезон и получить как очень раннюю, так и очень позднюю ягоду. Эта технология особенно хорошо подходит для вашей территории, потому что вы находитесь довольно северно, и у вас очень поздняя весна. И, соответственно, ягоды созревают очень поздно, а так у вас есть возможность получить хорошую ягоду, закрывая ее в туннель. Взглянуть на новые методы производства съехались фермеры северо-запада. У всех неприятель один. Холодная погода. Вся наша погода последних три года, она, скажем так, ставит перспективу открытого выращивания под сильный удар. И в прошлом году я потеряла где-то половину урожая от весеннего заморозка. Фермеры уверены, что холодостойкие сорта и туннельные технологии, о которых рассказали заграничные гости, способны сохранить урожай. Выращивая клубнику так, как это делают в Европе, предприниматели уже не боятся, что в разгар сезона собирать будет нечего. Алексей Неживенок, Сергей Беляев, САМПТВ, 360.